Я рада всем, чтобы это изучение было заслугой для еврейского народа, чтобы все были живы и неуразимы, как в Израиле, так и во всем мире. Мы с вами начинаем четвертую Аллаху в первой главе. Говорит Мишна так. Мы сказали, что если у человека есть поле, 50 на 50 локтей, там есть три дерева на расстоянии 16 или 18 локтей, между собой можно вспахать все поле, потому что это полезно для этого дерева до шубота, в год перед седьмым годом. А если это три дерева трех людей на одном поле, Мишна, они соединяются, можно вспахать это поле для них. Все это поле вспахивает. Дальше говорит Мишна. Сколько нужно места между ними, как мы порассказали уже. Чтобы бык со своим плугом там прошел, то есть нужно между ними, чтобы было минимум четыре локтя. Говорит Мора. А что если поле принадлежит одному человеку, а деревья на этом поле принадлежат другому человеку, тоже соединяются. И все это поле вспахивается для пользы этого дерева в шестой год, несмотря на то, что хозяин поля пашет не для этих деревьев, он пашет для себя. Все равно имеет право это делать. Дальше Гадвара. Говорит Арбихия Руба, что есть подтверждение нашей Мишне. Три дерева, трех человек на одном поле, соединяются, можно для них вспахать все поле. Пятая Араха. Говорит Мишна следующее так. То есть здесь у нас был разговор про три дерева, трех разных людей на одном поле. Теперь здесь мы будем говорить про десять свежих молодых саженцев, молодых деревьев, которые только посадили. Говорит Мишна так. То есть десять молодых деревьев, которые только посадили. Они разбросаны по полю. Все это поле можно вспахивать для них до Рошашана. Все что мы не говорили до этого, это вспахивает до них до Шавуота. Простое поле можно вспахать только до Песаха. Для пользы деревьев на шестой год можно вспахать до Шавуота. А для этих десяти молодых деревьев можно вспахивать это поле даже до Рошашана. Аю асует шура о мукофот а тараб. А если эти деревья были посажены в один ряд или полукругом, тогда энхоршин лаэн эля цорхан. Можно вспахать для них только то, что необходимо, то есть четыре локтя вокруг них. Это Мишна. Говорит Мора, Рабизиро, Бешем Рабила. Говорит Рабизиро с условия Рабила, Рабизиро, Бешем Рабиоханан. А Рабизиро слов Рабиоханана. Три следующие вещи, Аллахале Мушем Иснае. Что? Нетио, это десять молодых деревьев на одном поле. Арава, это арава, которые мы бьем на Гошана Раба. То, что только у нас праздник закончился. И также, Дени Сухамань. И возлияние воды на праздник Суккот, это было каждый день возливали воду. Так, храмы на жертвы возливали каждый день вино. На Суккот возливали еще и воду. Все эти три вещи, Аллахале Мушем Иснае, это то, что Бог дал Мушем Иснае. Что имеется в виду? Мы сказали, по закону Торы, в седьмой год можно, в шестой год, перед седьмым можно свахивать поле до 30 дней до Рошашина. До этого нельзя, после этого нельзя. Но, Аллахале Мушем Иснае, что если там это исключение, которое исключение, есть десять молодых деревьев на этом поле, то они в этот закон не входят, и можно для них свахивать поле даже вплоть до Рошашина. Не обязательно останется на 30 дней. Теперь, говорит Мораб, дальше. И мы не идем по мнению Абашаула, который говорит Абашаула Умэр. Арава два Тора. Он считает, что митцва бит Аравот, это митцва по Торе, митцва из Торы. Мьярахале Мушем Иснае. Почему написано в Торе в Араве Нахал? Возьмите себе речные и вы. Во множественном числе. Почему в множественном числе? Почему две? Нахалештайм. Сказали, что первое, говорит, Одна это Арава для Лулава, Ле Лулав, и Арава на Микдашке. И второе, это Арава, которое было в этом Микдаше, и в седьмой день проходили вокруг жертвенника с этой Аравой семь раз. Поэтому Раби Зеиры считают, что со словом Раби Йоханана, что это митцва истории, а не Аллахала Мушем Иснае. Тоже говорит Мораб, Раби, Раби, Ба, Раби, Хи, Решем, Раби Йоханана, они иду, и говорят со словом Раби Йоханана, если нет ее, от Арава в Несуха Майм, Аллахала Мушем Иснае. Эти три митцвы, 10 деревьев, Аравот и воздевание воды, Аллахала Мушем Иснае. Де лок Раби Йоханана, Нека Краби Йоханана, Де Раби Йоханана, Несуха Майм, Двар Тора, воздевание воды, митцва истории мы ее выносим. Откуда мы знаем? Написано, мы с вами читали, каждый день, какие были корбануты. Обычно говорили, Вениска, заканчивается басок. Но во второй день написано там, Венискехем. В шестой день написано, Беши, не Венискехем, Бешиши, Унсахеха. Во второй день есть лишняя буква Мем. Во шестой день Унсахеха буква Юд. В швеи Кемишпатам. Не Камишпат обычно, а Камишпатам. Там лишняя буква Мем. И говорит Раби Йоханана, Мем, Юд в Мем. Получается слово Майм. Три лишние буквы этих словах. То есть мы видим, что Раби Йоханана, как мы сказали, Муша Раби Йоханана, что увидел на горе Синай, что он, Всевышний, прикреплял коронки к словам, к буквам. Он сказал, для кого? Для Раби Йоханана, который тысячи и тысячи аллахот будет выводить из-за этих коронок, это он вывел отсюда. Но Раби Йоханана с ним не согласны. И говорят, что это Аллахан Муша Мисинай. Это всего лишь намок второй. Давай, Раби Йоханана. Два. Дальше говорит Мана. И если мы говорим, что Аллахан Муша Мисинай относится именно к десяти молодым деревьям, почему мы сказали до этого, первую мишню уже, я думаю, что даже для старых деревьев мы тоже вспахиваем это поле. Если там есть три дерева, говорит Мана, отвечает он, что мы сказали, что если нужно было вспахать для этих трех, даже старых деревьев, можно было это делать, то есть это разрешение уже было заложено в эту Аллаху. Дальше говорит Мана. Раби Ба, Ба, Завди, Бешем, Раби, Кунья, Дебикат, Хоро, Хорван, 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 Гаври, Та, Арвамен, Иисуха Маим, Весенитет, Мисот, Анневиим, Аришуним, что эти три митцвы, Арава, возливание воды и десять молодых саженцев, эти законы у нас идут из Исот, из основы первых пророков, то есть пророков первого храма или даже Муша Рабина. Маумафлик, что он говорит о том, что он здесь спорит, мы до этого скажем, что это Аллаха Ла Мушинаи, Ла Мушимисинай, он здесь говорит, что это от пророков мы получили. Объясняет Мана, говорит Раби Йоси, Раби Йоси, Рабибун, Бешем, Леви, он говорит в Леви, Каха эта Аллаха Беядан. Эта Аллаха Ла Мушимисинай была у еврейского народа. Потом, Вешихахуа, они забыли эту Аллаху. Потом, следующие пророки и Сан-Дрин, они заседали и изучали, и старались понять, и вывести эти законы, и они пришли к самому заключению, что эти Аллаху у нас были, они вспомнили их или вернули их своим изучением Торы. Это нас учит, что Бетдин, который занимается, изучает Тору, утруждает себя, действительно старается понять, в конце концов, они придут к тому, что нужно прийти. Так как было дано этот Мушина, говорит Синай, они к этому придут. Кто это был? Это был Сан-Дрин, и там были, эти пророки были в начале второго Бетдамикдаша, Захария, Хагай, и три последних пророка были, которые они, они это нам сделали, вернули нам эти Аллаху. Дальше, мы говорим, И мы это учили, как говорит Рабимана, в книге говорим, написали поцу, Тора, кило давар рек у микем, она не пустая вещь для вас. Что значит, не пустая вещь для вас? Вим давар рек у, но если ты говоришь, ну что там такого, там ничего такого больше не написано, это не дай бог пустое. Микем, из-за тебя это пустое, ты недостаточно занимаешься Торой, Вы не трудитесь над изучением Торой. И написано, что она в вашей жизни, когда Тора в вашей жизни, когда вы трудитесь на Торой, когда вы занимаетесь на Торой. Дальше, говорит Моран, Раби Йоханан сказал, Раби Йоханан из Вавилона, Терен, Милин, Салькин, Бетхун. Две вещи мы в Израиле научились от вас, вавилонян. Вы нам принесли. Кто это? Это когда Израил пришел строить Второй Бет-Амикдаш, они принесли эти обычаи из Вавилона Берет-Сре. Что? Метфу-четита, де-та-анита. Что, когда объявляли народный пост, или постились из-за каких-то трагедий, то распластвовались на земле. Ложились на землю, растягивались, распластались на земле, делали это, распластавшись на земле, протягивая руки и ноги. Но мы с вами говорили при условии, что пол не должен быть каменный, и лицо человека от пола должно что-то отделять. Это первое, что привезли в Вавилонян в Израиль, и это приняли. И в Аравот седьмого дня. То есть, то, что мы вьем в Аравот, это из Вавилона привезли в Верет-Сре. Мудрецы из Кесарин говорят, еще один закон мы научились от них, что в Рош-Ходиш мы говорим короткий халей. То есть, там пару абзацев мы пропускаем, мы, по крайней мере, с Вародим говорим его без благословения. Это то, что тоже привели они из Вавилона. На самом деле, в Аравии, в Аравии, в Аравии, в Аравии, в Америку, в Америку, в Америку, в Америку. Спасибо за просмотр!